Здравствуйте, мои дорогие! Я счастлив приветствовать вас в эфире еврейской еженедельной телевизионной программы АЛЕФ. Сегодня мы благодаря Центру Ткума и Музею памяти истории еврейского народа и Холокост в Украине имеем возможность побеседовать с гостями большой научно-практической конференции, связанной с исторической памятью о войной, Холокосте, Голодоморе и других геноцидных явлениях на нашем пространстве. То, что называется кровавые земли, как его определил Тимоти Снайдер. И сегодня у нас в гостях замечательный человек Станислав Вахрушев, журналист из города Челябинск, Россия, участник такой экспедиции в Украину, увидеть Украину своими глазами, которая сделала интервью с Украиной, интервью с Россией. Человек, который приехал в нашу страну для того, чтобы получить ответы на вероятно возникающие вопросы. Как получилось, Станислав? Ответы нашлись? Я думаю, что и нашлись ответы, равно как и наметились темы, на которые ответы еще нужно искать. Понимаете, сегодня тема Украина для россиян это не внешне политическая тема, это тема внутренней нашей жизни. На всех кухнях страны идут разговоры, бои буквально за Украину, против Украины. И в этой теме, наверное, обозначились, как наши, может быть, не реализованы какие-то желания, наши проблемы, понимание своего будущего. Почему Украина за 25 лет продолжает оставаться внутренней темой? Почему Украина за 25 лет, как мы живем, в общем-то, раздельными путями, все-таки не перестала быть актуальной? Я понимаю, почему у нас в 2014 году Россия стала очень актуальной темой, но до 2014 года, поверьте, Россия занимала в массовом сознании очень периферийную роль. Нас куда больше интересовала Польша, нас куда больше интересовали какие-то другие страны. Ну, Россия, ну, торговля, ну, газ, ну, не более того. В общем, да и ваша жизнь нас мало интересовала, кто там у вас президентом стал, есть ли у вас демократия или нет, это, в конце концов, ваша жизнь. Почему мы для вас стали такой частью вашей жизни? Я думаю, что вот наша поездка как раз показала разницу восприятия Украины в России и России в Украине. Дело все в том, что, наверное, на сегодняшний день в Украине, как мы увидели, несмотря на то, что Украина остается по-прежнему русскоязычной страной, все-таки молодое поколение уже все дальше-дальше от России. И это связано не только там с войной на Донбассе, оккупацией Крыма, но чисто экономически и культурно. Это естественный процесс, мы понимаем. Для нас он, наверное, не очень приятный, потому что мы хотели бы видеть в украинцах, безусловно, дружественный народ, партнеров, друзей. Но, к сожалению, украинцы во многом обиделись на россиян, и это мешает. Что касается России, да, сегодня Россия, наверное, благодаря нашу президенту сделал внутриполитические проблемы, он перевел в Украину. Потому что многие люди сегодня не могут себя применить, выместить свою энергию на какие-то внутриполитические темы, как борьба с коррупцией, внятно сказать, в средствах массовой информации. А вот тут такая тема, которой государство вроде позволило. И в том числе накачивает, безусловно, пропагандой, деньгами, и вот некий такой подъем искусственный людям дали. Вы знаете, у нас в Украине есть точка зрения, я ее разделяю, что на самом деле война идет не между Украиной и Россией, а война идет между прошлым и будущим. Просто мы по-разному видим это будущее. И на самом деле то, что произошло, вот что произошло сразу после революции, прежде всего полетели Ленины. Мы постарались избавиться от советского прошлого. И сейчас у меня есть впечатление, возможно, вы его опровергнете, что Россия это страна, которая вот и чувствует себя вот все еще Советским Союзом. Она не стала новой страной, возникшей в 91-м году. Это не стала страна, которая строит свое будущее. Это страна, которая пытается вернуться в свое прошлое. У вас нет такого впечатления? Ну, действительно, Россия хотела бы сегодня выглядеть Советским Союзом, контролировать территорию. Но дело все в том, что нам-то в России говорят, что это тоже не война между россиянами, а украинцами, между Россией и Украиной. Что это война между Россией и НАТО, которая вот обманула украинцев, тянула их в революцию. Значит, там организовали, как нам говорят, некие этнические чистки. И поэтому мы, русские, вот спасаем наш украинский народ вот от иностранной оккупации. Это интересный вопрос. Это... Этот ответ делается в том, что он может просто упростить ситуацию, да, снять многие ненужные вопросы для россиян. И вроде как бы идея становится некой такой миротворческой и глобальной. То есть в России, вот в реальности, в общественном пространстве, не говорю, что понятно, что есть нормальные люди, которые нормально все понимают. Но в общественном пространстве есть действительно некий месседж о том, что здесь, в Украине, это не украинцы хотят отделиться и сказать до свидания. А это некая внешняя сила. Я бы сказал, что такое мнение, даже, наверное, на мой взгляд, сегодня является доминирующим в российских средствах массовой информации, контролируемых государством. Потому что вот она упрощает просто ситуацию. И ведь неоднократно... Как же упрощает? У нас говорится, неоднократно ведь говорится, что именно переворот в Украине, то, что в Украине называется революция достоинства, у нас говорят, переворот он был неконституционный, что был инспирирован некими молодчиками, там у нас постоянно транслируются одни кадры, как погромов, там жгли всех, да. Но причина этого явления, конечно, нам не объясняют. Ну и на сегодняшний день, к сожалению, вот наша украинская тематика, она нам преподносится в неких анекдотах постоянно. Особенно в связи с назначениями Илла Саакашвили, губернатором Одесской области. То есть это, конечно, сразу же оживились все те пропагандистские трюки 2008 года. То есть, к сожалению, мы вот продолжаем жить штампом. Окей, вы приехали в Украину, вы приехали, насколько я понимаю, в Киев, Днепропетровск и Львов. Где-нибудь, что-нибудь, вот то, что у вас было представление, так сказать, вот те ожидания, те стереотипы, которые были, где-нибудь что-нибудь подтвердилось, какие-нибудь вещи возникли? На самом деле стереотипы были не столько у нас, сколько у наших родственников, это практически у всей группы, потому что нам говорили, знаете, вы во Львове только не говорите по-русски, потому что у вас там еще чего там. Вот, ничего, конечно, такого мы не увидели. Украинцы самодостаточный, современный народ. Безусловно, есть напряженность в отношениях, есть некая обида. В Украине чувствуется дух войны. Он в России, по крайней мере, в Центральной и дальше к Сибири его нет, но в Украине он, конечно, чувствуется. Мы увидели и удивились, насколько украинский народ сегодня вовлечен в поддержку своей армии, что большая часть сегодня армии финансируется из него государственного сектора, и активисты участвуют, и налог собирается. У вас есть некая новая живая история, на которую вы уже можете опираться и двигаться дальше. С моей точки зрения, например, самым важным, возможно, то, что можно рассказать сейчас в России, тем более вы, как гражданский активист, заключается для меня в следующем. Украинцы, кажется, есть предположение, есть тенденция, приняли решение о том, что они хотят жить не в обществе, где им будут давать какой-то паёк, может быть, повышенный паёк, распределительный, но где им будут что-то давать, а они будут на кого-то работать. А они хотят жить на свой счёт. Очень часто перед революцией достоинства, у меня было много споров с людьми и в России, и в других странах, например, в Израиле, о том, что в Европе вам будет невыгодно. Если вы пойдёте в Евро-Азиатский союз, в Таможенный союз, там будет намного вкуснее. И было очень трудно объяснить, что мы знаем, что идя в Европу, мы получим ухудшение жизни, что мы получим очень большие счета. И что мы идём туда не для того, чтобы лучше жить, но для того, чтобы жить так, как мы сможем жить, для того, чтобы то, что мы заработаем, то будет наше. Чтобы мы не получали, а зарабатывали. Правильно ли мы понимаем, что сейчас Россия в большинстве своём – это всё-таки страна, живущая надеждой на социальное государство и больше рассчитывающая на государство, чем на себя? Или ситуация у вас начинает меняться? Я думаю, сегодня сознание людей, конечно, предопределяет некое разочарование опыта демократии в России в 90-е годы. Потому что действительно те катастрофические изменения, которые произошли после Советского Союза, многие люди воспринимают как некие умышленные акты, что великолепно Советский Союз жил и потом стали жить хуже. Поэтому есть некая потребность вернуться назад. Мы увидели, что в Украине такой ситуации нет, и украинцы после революции достоинства поняли, что революция – это не есть одноразовый процесс, это процесс продолжающийся. И на сегодняшний день есть в Украине также недовольные и премьер-министр Митсуняком. Люди понимают, что просто надеяться на власть, пусть даже революционную, демократическую – это недостаточно. Мы не любим власть. Нужно постоянно работать. И мы увидели очень много организаций, которые и пишут законы, и занимаются финансированием армии, то есть ежедневно работают над созданием своего нового государства. В России сегодня такого нет. Мы стремимся к этому, но… Почему у вас такая сильная эстетическая политика? Почему у вас в обществе, я не говорю сейчас государство, ладно, Путин, правительство, Дума, неважно, но почему в России так большое желание, чтобы регулировало государство, чтобы оно вмешивалось? В Украине, например, вот то, что мы увидели после революции достоинства, государство, когда оно развалилось, просто развалилось, его не было. Выяснилось, что есть люди, которые могут собраться, все сделать, и государство, в принципе… У вас же был прекрасный опыт Крымска, когда было наводнение, когда волонтерские организации взяли на себя функцию МЧС, взяли на себя функцию всего, и могли совершенно спокойно сказать, «Государство, иди лесом, мы без вас справимся». И тем не менее, есть все время надежда на государство. Почему? Ну, здесь, безусловно, влияют и исторические факторы, и вот сегодняшняя конференция как раз будет обсуждать очень многие вопросы, которые, наверное, дадут на это ответ. Все-таки опыт и репрессий, и голодомора, опыт карающей власти, он, конечно, не может пройти бесследно. Мы также изнасилованы Советским Союзом, мы такие же жертвы коммунистического террора, как и вы. Но, с другой стороны, здесь есть, наверное, разница, наверное, географическая. Все-таки Россия и, может быть, отчасти из климата, она изначально формировалась как государство централизованное. И, к сожалению, эти последствия сверхцентрализации, можно сказать, внутренней колонизации, мы до сих пор испытываем на себе. Чего не было в Украине. Действительно, Украина никогда не голосовала за одного президента. Порошенко – это первый президент, когда более-менее Восток и Запад проголосовал за него. И все недовольны Порошенко, и все против Порошенко. Да, тем не менее, демократический процесс продолжается. Но вот в России, к сожалению, такого нет. И, мало того, я могу вам сказать, ни одного президента в Украине, никто, даже его сторонники, не любили. Мы не любим своих президентов, потому что они просто, ну, мы всегда ими недовольны, будем их менять. Ну, я бы здесь еще, наверное, добавил, что, безусловно, влияет фактор поколения, потому что, грубо говоря, вот наши родители, да, которые свою сознательную жизнь прожили в Советском Союзе, и вот вспоминая свое разочарование 90-е годы, они, конечно, оживляют вот ту модель, которую они видели в Советском Союзе. То есть, у них-то опыта демократического участия практически нет. Простите, я тоже прожил свою жизнь в Советском Союзе. Я тоже человек, травмированный Советским Союзом. Я приезжаю на Запад, мучительно ощущаю себя человеком не этой культуры. Я очень надеюсь, что мои дети смогут быть европейцами. Я понимаю прекрасно, что я человек, который, ну, вот, вырос в неволе. И это вопрос, который задавал Марине, Алене, и который задаю вам. Почему в России так мало стремления стать свободными? И почему люди, которые вдруг оказываются свободными, почти сразу же уезжают? Огромное количество людей просто, они, ну, вот вы гражданский активист, что, ведь, возможно, если у вас вообще в Советском Союзе было очень тяжело, государство было везде. От общества филателлистов до, не знаю, собрания любителей породов собак. У вас сейчас есть возможность строить свою жизнь без государства, без влияния государства? Ну, скажем, безусловно, такая возможность есть. Но, на мой взгляд, все-таки в обществе преобладают не татистские, а конформистские настроения. Государство сегодня у нас в России все еще может покупать избирателей, покупать общественное мнение. Молодежи, в частности, дается там лагерь Селигер, поездка там в Крым бесплатная, там дешевая, например. Какие-то преференции в рамках вот этой разрешенной линии. С одной стороны. С другой стороны, наше государство активно искореняет любые очаги гражданской самостоятельности. Это первый уровень, это уровень местного самоуправления. Вот сегодня в России, я занимаюсь также темой местного самоуправления, сейчас в Кайсонном суде находится моя жалоба, вижу, что вот за последние годы центральная власть систематически, фактически ликвидирует местное самоуправление. Без этого, конечно, никакие инициативы, вот они развиться не смогут. Да, пожалуй, это действительно очень сложная ситуация, когда руководит начальник откуда-то, а инициатива не растет снизу, человек, семья, община, город и дальше идущая вверх. Государство как только завершающая шапка. Это, безусловно, большая разница между моделями нашего восприятия. И все-таки, как вот мы говорим сейчас об истории и конференции историческое, есть мнение, высказанное Виталием Нахмановичем, о том, что историческая память формируется представлениями о будущем. Каким мы видим наше будущее, так мы и пытаемся сложить или разложить события прошлого. По вашему мнению, по вашему восприятию, изменились ли историческая память Украины и России? Это две разные вещи или это одна, все-таки еще одна историческая память? Я думаю, что память совершенно уже разная. Это четко видно по школьным учебникам. Я сравнил учебник, который я приобрел здесь, в Днепропетровске. И вот сегодня привез учебник, рекомендованный Министерством образования, российский. Учебник всеобщей истории. Вот совершенно абсолютно разные подходы. Если в Украине все-таки утвердился подход с точки зрения человека, гуманизма, понимания истории не как набор цифр, а как набор судеб, то в России вот эти тенденции, это некий хронограф история, да. В основном России выдается некой жертвой, которая стала событием. Абсолютно исключен фактор личности, личного участия, возможности личности влиять на этой ситуации. Это четко видно вот прям по курсам учебников. Только действует государство и все, да? Да, совершенно верно. То есть если вот на страницах украинского учебника, кстати, который меньше по объему, чем русский, дана история Холокоста, в том числе история именно противостояния и потом дальнейшего еврейского возрождения, то в России это, ну вот цифра она упомянута, но совершенно непонятно ни почему это возникло, ни как с этим было бороться. И, конечно, у школьников формируется некое такое отстраненное понимание, да, формируется фактор жертвенности, в том числе, который Россия сегодня использует. Потому что Крым вот и Донбасс это восстанавливается как некие жертвы. То есть если Крым мы спасли, вот поэтому там хорошо, а Донбасс мы не оккупировали, вот там, благодаря Украине, вот такие страшные вещи происходят. То есть вот эта жертвенность... Хорошо, а что говорится об основной территории Украины? Вот, например, Днепропетровске, Запорожье, ведь вот мы находимся под жуткой властью украфашистов, вы находитесь в студии Жидобендеровской передачи, мы все здесь с кровавыми топорами, вероятно, ходим. Здесь они понимают что? Или тут есть впечатление, что мы здесь кушаем детей на завтрак и не разрешаем говорить на русском языке? Ну, абсолютно большинство людей, это и вот в нашей группе все с родственниками общались, абсолютно верят, что украинцы умышленно якобы, умышленно уничтожают жителей Донбасса, стреляют по школам. И чаще всего именно все разговоры про Украину именно на этом и заканчиваются. А вот здесь, там где на территории контролируемость страшной киевской хунтой. Нет, просто действительно мне звонили люди, которые говорят, не страшно ли тебе ходить по городу в кипе, говорят на русском языке. Дело в том, что информация-то безусловно есть и на русском, и на западном источнике есть. Вопрос не в доступности фактов. Эти факты не хотят воспринимать люди, потому что государством сформирована комфортная картина мира. Зачем ее разрушать? То есть вот так все понятно, легко, доступно. Мне все-таки не совсем это понятно, я задавал этот вопрос на многих конференциях. Я помню в 70-е годы, когда работала замечательная советская машина пропаганды, и была программа «Время» по всем каналам одна и та же. И выступали всякие политические обозреватели, Фаридаси, Фульмулюков и прочие, и никто не верил телевизору. Не было интернета. Глушили западные радиоголоса, которые мы с трудом слушали. Не многие не слушали эти западные радиоголоса, но тому, что писала газета «Правда» и тому, что рассказывал телевизор, не верил никто. Наоборот, если они говорили, что вот этот диктатор в Африке жутко кровавый, то основной народ считал, что, ну, наверное, он хороший человек, раз его по телевизору ругают. Почему сейчас российский народ поддался на столь же примитивную, столь же лживую пропаганду? Ведь раньше он имел к ней иммунитет. Я думаю, что здесь те, кто имел иммунитет, уже новое поколение, они выделились, скажем так, в партию интернета, и осталась партия телевизора. Вот партия телевизора, да, она продолжает этому телевизору верить, она пополняется, в том числе, и новым поколением. А те, кто телевизору не верит, они просто в принципе его и не смотрят, не являются источником информации. И здесь, в Украине, мы имели возможность встретиться с нашими украинскими коллегами с Ukraine Today, которые нам вот рассказывали очень многие факты, просто ложная пропаганда, да, с Russia Today, например, да, где вот Украина опровергает. Тем не менее, ну, вот люди хотят в это верить. Но это факты. Это не вопрос логики, это вопрос эмоции, на мой взгляд. И все-таки я боюсь, что та кремлевская пропаганда, которая есть, она падает на какую-то очень подготовленную почву, и, вероятно, матрица восприятия соответствует матрице пропаганды. Потому что, когда она не соответствует, даже гембельсовская пропаганда не всегда работает. Хорошо, что можно сейчас предложить, не в связи с Украиной, ладно, Украина, Россия, это мы как-то будем решать. Но вам же жить все равно. Как не закончится эта война, она когда-нибудь закончится, и станет ли Донбасс раковой опухолью и Хамасом, или мы его отделим, или его, что-то с ним случится, ладно, это как-то произойдет. Но России жить дальше, жить дальше с этим, с этим грехом. Вы вторглись в чужую страну, вы захватили, устроили здесь кровавую бойню. Сейчас вы можете это под адреналином еще не чувствовать. Но рано или поздно прозрение наступит. Ну, конечно, здесь вот с точки зрения нас, как журналистов, гражданских активистов, здесь, безусловно, может быть, не какие-то масштабные проекты, но совершенно конкретные на минимальные. Да, это есть. Это, прежде всего, гражданская участие, это взаимодействие активной части России с активной частью Украины. У нас дело все ведь в том, что очень много общих тем. К сожалению, на волне вот этого противостояния мы рискуем, наверное, очень сильно друг другу обидеться в ущерб как Украине, так и России. Но вот возьмем вот близкую мне тему свободы доступа к информации. Здесь нужно сказать, что у нас и в России, и в Украине абсолютно одинаковые проблемы. Я, как российский журналист, приехав в Украину, буду работать по украинскому закону, и, в принципе, скорее всего, сталкиваться с аналогичными проблемами, которые еще идут, на мой взгляд, все-таки, когда государство считает, что оно доминирует, что именно информация должна исходить из государства, и журналисты, это есть проводники вот этой линии, соответственно, где-то не давать информацию, не пускать на мероприятия, то есть как-то вот стараться в невыгодных случаях доступа журналистов ограничивать. Я это в России у нас вижу ежедневно, каждый день сталкиваюсь с этим в судах, в прокуратуре, и это просто не решено, несмотря на то, что на уровне законодательства у нас очень четко все обозначено. Вот здесь у нас есть общее поле, где мы должны работать совместно, решать. Я знаю, что у вас сейчас также идет реформа местного самоуправления. На мой взгляд, она заключается в том, что укрепляются некие, как у нас называют, сельские поселения, у вас села, с целью передачи им полномочий и финансов. Но когда я задал вопрос, а как вы учитываете мнение жителей при объединении, вот здесь возникла некая заминка, да, потому что в Украине сейчас, ну как-то как само собой разумеющаяся, а мы на эти грабли уже наступили. Мы видели, что вот такое объединение, это чаще всего либо манипулирование мнением, какие-то коррупционные интересы. Вот здесь мы хотели бы, чтобы Украина, ну, тоже присмотрелась к нашему опыту, да, и вот такое участие. У нас очень много тем, где мы можем вот совместно, ежедневно работать. Я в этом абсолютно уверен, дело в том, что, к сожалению, печальный совместный опыт в прошлой жизни и возможность наша, мы соседи. У нас, конечно, есть очень много совместных вещей, у нас есть очень много, могло было бы быть совместных проектов. К сожалению, боюсь, что эти проекты будут малоосуществимы, пока вот то, с чего мы начали, вы воспринимаете нас в качестве своей внутренней проблемы. Мы уже разошлись. Украина и Россия – это две разные близлежащие страны, примерно такие же, как Венгрия и Румыния, Польша и Чехия. Да, у нас много общего совместной истории, мы об этом, наверное, не будем забывать, но мы будем помнить по-разному и жить будем по-разному. И я надеюсь, что мы будем жить добрососедски. Я думаю, здесь просто никакого иного выхода и нет, потому что такая протяженная граница история, и это единственный естественный путь. Все остальное, вот этих искусственных барьеров, оно может быть выгодно каким-то политикам, но народу нет. К сожалению, это может быть и по-другому. К сожалению, например, на Ближнем Востоке построить вот так, как хотели еврейские пионеры, халуцим, такие же добрососедские отношения с арабскими странами, не получилось, пришлось строить стену. Я очень боюсь, что здесь может получиться то же самое, и придется строить стену. Я думаю, чтобы здесь такого не получалось, здесь стоит вопрос, безусловно, кадровый, потому что это кадры наполнит российского МИДа, посольства, люди с новым и цивилизованным восприятием украинцев. Наверное, точно так же и украинского МИДа, может быть, какие-то аспекты... Я очень завидовал вам и восхищался Россией, и мне даже очень хотелось оказаться там, когда у вас был краткий период прекрасного, замечательного возможностей для будущего, когда у вас был замечательный министр Козырев, министром иностранных дел, когда у вас было... Когда Гайдар возглавлял правительство, к сожалению, этот период был очень кратким. И будем надеяться, когда-нибудь к вам вернется нормальное будущее, не прошлое. Я очень желаю вам, России, прекрасного будущего. Спасибо большое. В нашей студии был журналист Станислав Вахрушин из города Челябинска, человек, который занимается проблемами на местном уровне в России, который приехал в нашу страну как друг, посмотреть, что здесь происходит в рамках совместного проекта Интерньюз Украина, Интерньюз Россия, и стал участником конференции об исторической памяти, которую проводил Украинский институт изучения Холокоста и Музей памяти еврейского народа и Холокост в Украине. А я прощаюсь с вами на всего лишь несколько дней. Через неделю снова увидимся с вами в вашей любимой еврейской телевизионной программе на вашем любимом 9-м телевизионном канале Днепропетровска. Да храните Вышние вас и ваши семьи, чтобы все у вас было очень хорошо. Мир вам, шалом, до свидания. Мир вам, шалом, до свидания. Мир вам, шалом, до свидания.